Всем привет! Сегодня очередная версия, точнее серия игры Farm Simulator. На новой карте будет обзор этой карты. Карта Алтай, то бишь Алтайский край, версия 2.0. Ну как, не 2.0, просто второй выпуск обновленный. Вот. Что-то какая-то свирепая баба. А это вообще стрёмная. Так, ну что. Как автор утверждает, здесь все последние доработки, все последние патчи со всякими там примочками. Сейчас мы проедем, посмотрим. Сейчас мы не на тракторе, скорее всего, будем ездить. Посмотрим вообще какие тут дополнения, что-то он говорил тут. Вот. Вот. Беларусь он. Вот. Вот мы даже купим ему деньги специальные закинул сюда, чтобы можно было купить и посмотреть все вот эти вот патчи. Свои патчи я знаю. Какие здесь. А больше, по-моему, ничего не было. Да, по-моему, ничего не было. Да, по-моему, ничего не было. Да, по-моему, ничего не было. Вот такой трактор есть. Туда же он бумер стоит. Возможно, можно и бумер купить. Ну, что у такого плана техника, техника наша, советская. Ну, собственно, карта наша, поэтому технику желаю. Также, естественно, куда же без Беларуса. Вот, пожалуйста, зажигает трактор. Прорисовка. Бумер мы сесть не можем, следовательно, бумер это и здесь так. Ну, посмотрим, уж купить его можно. Нет легковушек здесь, нет модифицированных. Значит, наверное, нельзя. Ну, здесь только грузовики. Так. Ну, здесь, в принципе, не должно быть. Ну, да, это все мои стандартные. Да, это все мои стандартные патчи. Ну, что ж, вот будем на Беларуси зажигать. Где это мы сейчас? Как мы далеко забрались. В общем, это же разнодорожный узел. Можно даже заезжать. О, что творит. Ну, вот. Как я понимаю, здесь вот бегло посмотрел. Поля здесь не размечены. То бишь, надо их распасивать. Вот. Ну, допустим, первое поле. Вот оно. Здесь также еще надо и деревья спиливать. Чтобы нам это все не мешало. Вот оно, первое поле. Вот оно как все. Хм, обстоит дело. Допустим, купить. Стоит 77 тысяч. Вот. Так же здесь можно перевозить рыбу. В описании данному патчу все это было описано. Сейчас поедем, посмотрим второе поле. Вот такие вот, как бы, тоннели под железную дорогу. Вот. Ну, вот еще два поля. Поле номер два. Поле номер три. На самом деле, скажем так, не из легких карта. Как я бы даже сказал, совсем не из легких. Вот. Карта. Будет и все. Вот надо уметь играть. Очень тяжелая. Вот. Потому что здесь надо самим, во-первых, все поля нарезать. А есть вообще здесь какие-то поля? Кукленные. Я так понимаю, вообще никакие не купленные. То бишь здесь надо начинать вообще на перевозках. На перевозках и, возможно, пилить лес. Вот. Там какой-то, ну вот, горы, естественно. Какой-то, не знаю, склад что. Садовый центр вот. Ну, это понятно. Что вот здесь вот за поселок? Питомник. Вон там он. Но дороги туда нету. Страна. Собственно, как и все российские таблички, указывающие. Ну, не все и большинство. Куда-то туда. Где дороги нет. Но там есть что-то. Типа поселка или прочее. Налабуды. Едем мы вот в котельню. Что-то мне как-то... Прямо сначала не очень понравилась эта карта. Был обзор у нас карты Орлова. Там намного было интереснее. Ну, не знаю. Может, это, конечно, первое впечатление. Ворота открываются. Здесь эта масса. Что у нас здесь? Картошка. Или что это? Щепа, наверное. Понятно. Флагбаумов нет. Есть вот такие металлические ворота. Да, сюда, наверное, щепу привозить. Вон, самолет летает. Ну, дома, да, такие вот, как у нас, глубинки. У нас какая-то стройка. Также на карте она и называется стройка. Фоля, в принципе, находится немножко в низине. Опять же, это будет проблемой, если не руками это все делать. А, допустим, бот-программы. Также, либо просто вот что-то надо будет делать большие, но опять же, не будем терять-то, да. В сотках. Вот такие вот здесь. Что такое? Сейчас, наверное, поезд будет ехать. Что там, извините, или нет? А, вот она, электричка. Ну, прикиньте, сейчас бы мы поехали, нас бы электричка сшибла. А шлагбаум-то сам что натворяет? А шлагбаум сам не перекрывает. Ну, зато прикольно, электрички ходят. Смотрите. Может, сбить нас могут? Вот оно, сейчас он нам будет. Опа! Полетел наш трактор. Неизвестно куда. Вот такие вот у нас электрички. Летает вот так вот нас опрокинуло. Не хватает дури, чтобы взъехать на горку. Ну, поищем, где здесь поменьше. Пониже горка. И поменьше. Такой, более пологий есть. Ну, допустим, здесь не пологий, а более крутой, но думаю, мы все равно уехаем. Ладно, едем дальше, не будем больше оставляться. Здесь, походу, постоянно циркулируют электрички. Еще вот здесь написано. Внимание! Автоматический шлагбаум. Ну, он автоматический, но он не работает. Так, вот здесь вот у нас ЖД-станция. Пассажирская. То была товарная, а это пассажирская. Вот у нас с прессой палатка. Какие-нибудь аргументы и факты, или вечерняя Москва. Какая вечерняя Москва? Это же у нас Алтайский край. Какой-нибудь я не знаю, Алтайский вестник. Здесь у нас что такое? Овощебаза. Давайте посмотрим, что здесь за овощебаза. Уклон сделан, точнее, не уклон, а приоритет сделан на ЖД-транспорт, потому что здесь железнодорожный узел. Ну, в принципе, можно вот сюда сгружать какие-то овощи, фрукты. Великолепно. Вагоны насквозь проезжаем. Так, застряли немножко. Ну, вот здесь выскочим, наверное. о, какие первые это творим. Так, с этим ясно. Едем дальше. Что у нас там по карте? Мы не отклонились никому? Нет. Другом поля, которые можно покупать. Ну, опять же, все это получается в мизинке. очень такая трудная местность. Я бы даже сказал, очень даже безумно. Вот здесь у нас что за табличка? Подъедем, посмотрим. Значит, направо идет элеватор, налево пристань. Сейчас мы сгоняем на пристань сначала, посмотрим, а потом на элеватор. Так. Ну, прикольно на самом деле. Мне, конечно, жду карту когда появится колхоз рассвет. Два. Не первая. А нет, тут тоже есть шлагбаумы, смотрите. Открывай. Так, здесь у нас что? Вон там рыбачок сидит. А ловит рыбу. Тут вон лодка. Интересно, на лодке можно зажигать? Сейчас мы попробуем. Навряд ли, наверное. Эй, рыбачок. Съестью машину. Да, в лодку залезть-то мы можем, а поплавать не можем. что тут у нас дальше интересное есть. Сюда мы сбрасываем зерно на продажу для любителей экстрима я повторюсь, эта карта самая тонна. Вроде прорисовка прикольная, горы кругом, линия лэб расколотная. Вот здесь опять поле продается. Развязки такие же, как в глубинке. Сейчас поедем на элеватор, посмотрим, что там. собственно опять электричка впереди пошла. Вот здесь у нас наверное весы взвешивания. Да, вот они весы, еще посмотрите как наши проторые есть. Они походу не работают. Ну да, собственно как и всегда. все в нашей Российской Федерации. Вот тут зелок стоит убитый хран. Здесь у нас отгружаются зерном вагоны. Вагоны потом уезжают куда-то. Наверное куда-нибудь за границу за границу. Так, с элеватором понятно видим, да? Да, смотрите, они тут здесь какое-то поле обработано. это это как раз наверное наши приобретенные поля, даются да, они которые даются бесплатно. Вот они такие большие. Так, стены не были. Поехали дальше по дороге поэту, посмотрим что тут еще. ну в принципе хватит для начала набить денег. Вот здесь тоже какой-то что-то заплакает. Долина Алтая вот сельскохозяйственное предприятие Долина Алтая называется. Ну, грубо говоря колхоз Долина Алтая. Вон он уазик. Вот прикол был если бы козла можно было тоже установить. Сюда вот этот соломы скидывает. Рассыпью сюда вон в тюках. Вот здесь еще что-то вон стоит. Бочонок наверное с какой-то не не знаю удобрения что-то. Вот он уазик. Опять же у него сесть наверняка нельзя. Ну в принципе так все красиво, но конечно вот эти поля то что они в низинах находятся и мало ровных поверхностей это конечно автоматизация усложнит. Ну как усложнит будет цепляться за все. Вот так в принципе приноровиться нужно. Вон там какой-то магазинчик и здесь уже дома посолить не пошли. Магазин продукты. так что у нас вообще здесь есть вот он тоже предок стоит росток трактор росток ну тут заброшенный дом здесь у нас силы сохранятся вот 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 они весы рабочие смотрим блин как же он тут вот сейчас он не показывает ничего вот заезжаем вес у нас трактора инферна себе 10,5 тонн что-то дикое опять у нас и коровник наверное сразу да вот наверное коровник вон там какие-то постройки это что у нас водомопорная башня а это что такое пожарный щит интересно сюда тоже по-моему сену надо складывать солому надо складывать в наши метки соломы лежат такие вот ангары это мы уже приехали к нашему месту откуда начинали обзор но мы здесь еще не катались так что проедемся здесь наверное загружаться зерном машинный двор а сюда отгружать зерно так с этим тоже понятно да вот с этого места мы начинали вон мой дом наверху поехали здесь на фирму заедем а кстати вот отличительная особенность всех модов которые отличают моду российские от зарубежных это вот такие вот ямы в которых даже если заехать белорусы почти наполовину залетаешь в такую яму собственно такая реальность происходит в нашей стране здесь какие-то заброшенные ангары здесь вот возможно молоко заправляется либо зерно непонятно надо тестить вот здесь у нас скорее всего либо фирма для телят либо для поросят наверное для телят хотя может быть даже и коровник тоже потому что там вон оборудование под молоком с этим тоже понятно навоз навоз удобно расположен там сразу вон и курятник здесь вот этот погрузчик стоит что у нас еще здесь на бетонный завод нам еще надо съездить только вот нам как туда попасть непонятно здесь пик надо вот эти вот горы объехать и вон там вроде какое-то ответвление есть дороги посмотрим все за бетонный залог здесь походу а нет это не то здесь мы были это геозик стоит хранится ладно так с этим было понятно едем дальше вот здесь как раз наверное к бетонному заводу да вот он бетонный завод вон там тоже госеничный трактор стоит здесь какие-то он спортивный латчик что-ли краны погрузчики понятно сюда вот приводить срель ссыпать ссыпать и забирать если нужно там готовый уже цемент либо бетон так с этим тоже понятно так теперь нам надо свезти вот сюда песчаные дюни что-ли или что-то песчаные вот песчаный карьер то бишь мы можем отсюда перевозить песок наверное за это тоже бабки платят здесь речка не знаю там можно или глубоко интересно смотрите вода какая чистая не заезжайте на землю а вода смотрите какая чистая птица нам пофига мы летнем быть дорог да вот тут даже погрузчик стоит прям к нему подъедем и загрузимся но у нас не ваше наступать ну-ка посмотрим какая здесь глубина у меня тут довольно крутой обрыв вода чистейшая вообще класс неохот конечно утопить трактор ну вот смотрите сейчас посмотрим там водила вообще по пояс сидит воде ему по барабану подъем по шейку сейчас заедем вот короче одна крыша видна сейчас и крыша не будет видно все вообще ничем не видно все мы под водой ну почему такая тема я не знаю здесь утопить наверное трактор невозможно в конце видео мы попробуем это сделать вот речка идет почти через да не почти а через всю карту тут также можно рыбу перевозить там на какой-то консервный завод что ли вот ну хоть на самом деле машину помыть в смысле тракта а кстати говоря можно наверное вот так это мыть хех мы же в России живем никто ничего не узнает и ничего не скажет вот здесь у нас река какая река бирюзовая вот да дальше что у нас здесь поворот куда на карьер заедем сейчас на карьер посмотрим что за карьер на песчаном карьере мы уже были что что вот это за карьер и как он выглядит вон там тоже какой-то погрузчик дорога здесь убит колбасит трактор мы здесь наверно щебенка да здесь щебенка даже два трактора один побольше один поменьше вот вокруг естественно поля которые мы можем покупать туда дальше идет по моему железная дорога а нет вода вода вот тут что-то как-то дорога идет то бишь можно вот эту вот речку переехать не знаю не утоним ли мы нет смотрите ну тут конечно сделано так вот офигенно то есть это можно спокойно это дело проезжать давайте купим еще одно поле о чем оно тут интересное 49 тысяч долларов понятно почему они такие недорогие во-первых они маленькие по объему и тоже неровные вот вот здесь какой-то бережок знание от этого нет это перекрыт стоим на этом острове да мне кажется утопить он реально здесь зажигаем а нет реально ха-ха-ха ну все короче трактора у нас нету давайте купим что у нас здесь есть вот вот такой пикап но пускай он будет белого цвета без разницы надо выбираться скорее вот опять мы появились на товарной жидо станции вот здесь такой тепловоз вот сейчас поедем в противоположную сторону вот там есть дорога блин на беларуси так не кидала из стороны в сторону помнится когда я делал обзор карты орлова орловской области вот здесь тоже какая то вот рыбный цех вот сюда вот надо будет привозить рыбу вот ну и нам наверное будет за это денежку платить вот этот вот поле вот относительно ровное но тут что то не видно чтобы она продавалась вот это бы я купил себе поле вот и там в этом орлова убили два пикапа здесь даже он аэропорт полоса есть для самолетов так что вот вот такие дела то есть это еще не глубинка такая чтобы совсем печальная вот вот здесь вон стоят бумер и еще какой то фургончик судя по надписи какой то цветочный магазин вот едем дальше ну вот здесь опять поле продается но но ну просто я не знаю дорога восьмеркой на ней плюс куча деревьев вот здесь вот заброшенный мост деревянный вот вот здесь что у нас написано рыбное хозяйство да рыболовное хозяйство давайте тоже съездим посмотрим что такое за рыболовное хозяйство здесь у нас ну вот здесь такой же вон там вон что-то плавает металлическое я не пойму что это такое как бы это не комбайны были утоплены вот здесь смотрите ручеек какой здесь можно и позажигать главное не застрять вот такой ручеек посмотрим сейчас что это за железные бункеры стоят главное не утонуть нет это какая-то хрень плавает непонятно что это такое но их вот две штуки здесь плавает две лодки стоят а вот она она здесь поблизости вот сюда что-то ссыпается какая-то тоже хреномантия все нараспашку так поедем посмотрим что тут еще напоминаю я это колхоз как он называется долина Алтая версия вторая обновленная вышла она двадцать четвертого двадцать двадцать второго по-моему или двадцать четвертого апреля так вот здесь тоже мы что-то какое-то проскочили поворот поворот на что пилорама вот заедем на пилораму здесь вот здесь вот опять можно проехать через речку как я и говорил речка идет через всю карту вот ну в принципе можно наводить мосты здесь все это конечно надо покупать дорога убитая вот смотрите сколько деревьев здесь просто рай на самом деле для любителей лесозаготовок смотрите здесь вообще гибри хучитана тут вообще можно просто без напрягу рубить бабки хотите на щепу хотите там я не знаю целые деревья там хотите нарезайте бревна то бишь как бы немерено вариантов для развития ну своей деятельности вот давайте заедем вон туда вон там вон тоже можно вот сюда вот наверное бревна закидывать потому что здесь даже вот местечко есть и вот она она сейчас я попробую приблизить и вот она она здесь какая хрень творится здесь напиливают доски вот они ножи которые распускают дерево на доски что мы отсюда не выйдем так просто да да прискорбно да и можно через стенку выехать вот собственно офигенская тема советую всем кто не определился еще с картой вот она пожалуйста смотрите сколько деревьев вот спилить все вот эти деревья и в принципе можно закупаться топовой техникой но ты в принципе в путь а если вот это все поспилить и заниматься только сельхоз хозяйством то бишь там выращивать хрюшек там каких-то телят цыплят усят там я не знаю утят всех то в принципе вот смотрите какое поле да она горками но она получается ровное без всяких там каких-то мест где будем цепляться там или упираться во что-то ну естественно придется деревья поспилить вот вернемся мы сейчас на дорогу а то здесь дорог очень мало вот грубо говоря их нету совсем так что то мы начали плутать вот смотрите здесь просто лес и вот на территории этого леса продается поле вот то бишь вы срубай ой сейчас мы утонем утонем нет мы не утонем не надо повторять нам то что мы мы сотворили на обзоре карты орлова там просто ну там конечно и дороги были здесь еще дороги по-божески там вообще там колея была я вот на таком пикапе там просто садился на брюхо вот здесь мы уже едем куда-то в горку что ли непонятно а мы возвращаемся вот на машинный двор откуда мы начинали так сейчас посмотрим на карту где мы еще не были так рыбное хозяйство мы там были лесопилка были сырзавод вот куда мы сейчас поедем нам надо через пилораму да собственно вот сырзавод у нас останется неразведанный поехали посмотрим ну вроде в принципе все так хорошо сделано так столбики вот смотрите вот эти вот я не знаю что там электричество или что у них там все сделано как вот у нас в глубинке в деревнях вот то бишь все классненько так что-то дорог нету куда ехать не пойму нам перебраться надо на другую сторону наверное придется все равно ехать к бетонному заводу так надо мне начинать ввести статистику по утопленным машинам вот уже на моей совести два пикапа в Орлова один белорус здесь и еще два пикапа на какой-то карте я тоже к маяку ехал и короче приехал сильно разогнался и на пристани вылетел как раз в воду вот то бишь получается 4 пикапа и один белорус так смотрим что там у нас за сыр завод так карьер на карьере мы уже были погодите на таком карьере по моему мы не были что там за карьер а это такой карьер со щебенкой если честно я вот на такой карте играть не хочу какая она была бы не была бы хорошая там полностью он русифицированная там с вот такими знаками прикольными вот биогазовая станция либо сыр завод поехали на станцию сначала съездим потом поедем на сыр завод вот такой забор без бетонных панелей вот здесь у нас силос хранится вон там у нас лесопосадка вот 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 здесь вот шестнадцатое поле тоже офигенски большое интересно сколько оно стоит сейчас мы приценимся где же ценник вот он ценник где-то в траве валяется так да смотрите здесь вообще копеечные поля не то что где я играю я играю на кубанских просторах немножко лагающая скажем так карта ну как немножко я бы даже сказал не немножко а множко потому что внезапно просто может зависнуть игра и тогда уже просто скажем так извините за выражение жопа если ты не сохранился то труляля едем мы на сыр завод сыр завод вот такая дорога к нему тоже убитая вот сюда наверное нам надо будет молоко привозить опять откнулись какие-то бочонки стоят но скорее всего да скорее всего нам сюда надо будет привозить молоко вот такой вот сыр завод ну в принципе карта да она разнообразная имеется все последние навороты все последние патчи добавления какие только возможно вот но конечно была бы она так все здесь тупичок была бы она поровнее было бы интересней а так просто не уследить за всем будет либо надо будет так настраивать курс плей что я даже не знаю иной раз на ровных картах не уследишь за всеми а тут так вообще беда так что у нас здесь еще есть ну в принципе побывали мы везде не такая она конечно насыщенная как та же карта орлова вот вот орлова мне очень понравилось вот мы видим сельскохозяйственное предприятие долины алтая вот ну конечно в принципе это все на любителя кому то может быть понравится эта карта и он скажет да ты что это самая лучшая карта ты вообще не знаешь ничего ну в принципе создателю данной карты большое спасибо за его труды вот ждем новых карт обновлений может быть в следующих обновлениях подредактирует и немножко подправит выровняет поля но не знаю нужно ли это вообще вот ну для меня в принципе это как бы я повторюсь ну очень важно потому что я не люблю вот так вот постоянно следить за техникой я предпочитаю все вот эти вот макросы убить и пусть потом они рассекают просто иногда поглядываешь там чтобы никто нигде не застрял вот и занимаешься своими делами или кормишь там я не знаю поросят там утят фига от всех короче вот а здесь такого уже не прокатит здесь уже это проблематично будет на таких сложных картах ну как сложных на скажем так извилистых картах вот на извилистых полях себя как-то неуютно я чувствую вот ну собственно на этом обзор мы данного данной картой заканчиваем вот здесь у нас вот такая вот заправка заправку можно было сделать и нашу какую-нибудь там я не знаю лукойл роснефть там какой-нибудь или тнк ну а здесь стоит какая-то я не знаю из техаса вон газ дизель написано что бензина даже нет вот ну собственно на этом мы видео наше заканчиваем обзор был карты долина алтая версия 2.0 спасибо всем за внимание подписываемся на канале в youtube поставим лайки подписываемся на твиче вот комментируем видео дальше будет все только интересней апреля дальше будет 滑